всем привет меня зовут оль шарко и сегодня будет необычное для меня видео мы с моими знакомыми другими ютюберами решили запустить такой флешмоб под названием хорошо быть но я не буду спойлерить вы лучше переходите в описании к данному видео и обязательно посмотрите все видео самостоятельно я надеюсь нас получится вдохновить но моя тема как несложно догадаться конечно посвящена русскому языку и грамотности несмотря на то что последнее время я на своем канале выкладываю не только видео о грамотности также их разбавляю какими-то настроенческими видео о нашей жизни путешествиях но все-таки тема русского языка это якорная тема и главное на моем канале поэтому я сегодня поговорю именно о русском языке и о грамотности почему же так важно и нужно быть грамотным человеком многие возможно удивятся но в школе с русским языком я не дружила точнее у меня никогда не было пятерок по этому предмету но тут работает правило что в школе мы любим именно те предметы которые преподают хорошие педагоги и вам может нравиться химия физика несмотря на то что вы особо в ней ничего не понимаете как это было со мной а вот русский язык литература и те предметы которым у вас есть какие-то способности или душа вам они могут в школе совершенно не нравится так тоже со мной у меня с русским языком совершенно складывались отношения хотя тем не менее я умудрялась поступать в споры с учителем как сейчас помню что мы с ней выясняли как правильно говорить красивее или красивее и я не поленилась принесла толстенный товар из дома и показала что правильнее говорить красивее а не красивее возможно именно после этого момента она меня не взлюбила я не помню деталей но кто бы мне тогда подсказал что с учителями лучше не вступать ни в какие споры потому что они еще на вас отыграются это точно смысле учителя на вас отыграются так зачем быть грамотным мне кажется будет очень наглядный пример с гнусовым переводом вы помните раньше были очень популярны и ну точнее других не было то что популярных был единственный возможный вариант смотреть фильмы с гнусовым дубляжом и все смотрели и воспринимали это как норма но попробуйте это сделать сейчас как думаете понравится вам сможете ли вы насладиться по-настоящему насладиться каким-нибудь хорошим фильмом сомневаюсь особенно первые 10-15 минут вас будет жутко раздражает скорее всего вот этот одинаковый ужасный голос за кадром который говорит из-за детей за взрослых и за собакой стариков но вот примерно то же самое и с грамотностью да если человек говорит безграмотно неправильно ставит ударение и понимает значение многих слов и употребляет их неуместно неправильно вас будет это напрягать раздражать вы не сразу будете понимать что именно он хотел вам сказать что имел ввиду ваш собеседник поэтому конечно грамотность первую очередь важна для нормального общения для понимания речи собеседников и казалось бы сейчас мало обращает внимание на грамотность очень многие общаются в социальных сетях пишут сокращая какие-то слова пишут ошибками не ставят никаких знаков припинания ну не многие говорят меня же поняли поняли да не совсем опять-таки письме в быстром общении вот сапе вас наверно поймут и не возникнет никакого-то негативного если вы пришли на собеседование какую-то важную встречу или вы презентуете свой проект или вы пытаетесь в споре стоять какую-то свою позицию и хотите чтобы собеседник или оппонент слышал именно то что вы хотите до него донести именно то что вы хотите сказать а не то как вы говорите чтобы он не обращал внимание что вы говорите договора или бухгалтера или какие-то подобные слова которые могут его отвлечь или опять-таки просто напрячь то при приеме на работу это очень сильно влияет на самом деле если вы являетесь лицом компании очень важно как вы общаетесь все знают что спортсмены в частности футболисты и не хочу никого обидеть хорошо играет футбол их основная задача хорошо владеть своими ногами руками из на любви любыми частями тела но главное добиваться результатов на поле часто многие не могут связать двух слов но если вдруг спортсмен может прекрасно что-то рассказать это на самом деле очень сильно повышает его чужих глазах а еще есть такой момент что вам могут не сказать это в лицо многие не любят делать замечания исправлять но это примерно как если от человека неприятно пахнет ну допустим потом или изо рта и вам не очень комфортно с ним общаться не очень приятно вы не скажете им об этом жизни не скажете но постарайтесь избежать общения особенно если вы планируете какой-то совместный проект работа не мать человека к себе в компанию ну я думаю тут все очевидно примерно то же самое происходит и с грамотностью да если вы говорите неправильно то просто должны быть таким уникальным специалистом что другие люди будут не обращать внимание на этот ваш небольшой недостаток ну и завершая это видео хочу сказать смотрите мою рубрику говорим грамотно я стараюсь разбирать спорные моменты и конечно же не забудьте посмотреть видео остальных участников данного марафона хорошо быть надеюсь они вас мотивируют ну а мы с вами увидимся очень-очень скоро в ближайшее время я опубликую новое видео на тему говорим грамотно всем пока до новых встреч